Здорово, домкраты! С вами Алексей Семилетов, вещаю из Катозала. В общем, куда я пропал на примерно 5 месяцев, с мая месяца. Последний раз выпуски вы мои видели в мае, это были выпуски с карантина, с пандемии, где я для него гаража. Многое поменялось за это время, именно поэтому, по этой причине я ничего не выпускал на канал. Сейчас вам вкратце расскажу всю историю, что произошло, почему мы сейчас в этом месте и как складывалась вообще вся судьба моя. Все началось с апреля месяца, когда пандемия была на пике, когда все было запрещено, закрыты были залы. В том числе наш зал тяжелой атлетики в Твери, где я тренировался, откуда я записывал вам все обучающие ролики в основном. Да, большинство. Это зал Твери Химик. И мы начали, мы все разберелись с оборудованием, у кого что было по домам, гаражам, куда угодно. И, соответственно, все это время тренировались на важных условиях. Эти выпуски вы можете найти у меня на канале, они как раз таки будут предпоследними перед этим видео. И затем, потренировавшись и поняв, что это никуда не годится, ну вот это вот закрытое пространство где-то поднимать, наша идея и мечта с моим другом и товарищем по спорту Серегой, он сейчас за кадром стоит. У нас была давно идея открыть свой зал по кроссфиту тяжелой атлетики. И, как бы, эта мечта, в общем, того, что пандемия у нас грянула, и нам негде было тренироваться, у нас была опять в наших сознаниях наружу, и мы стали действовать. Мы стали искать помещения, потихонечку смотреть оборудование, как-то собирать все. И, в общем, не удаваясь подробностей, мы открыли первый взгляд в зал. Я сейчас буду пока рассказывать, буду потихоньку вставлять видеоряд, всякие картинки, фотографии с того зала. Это был самый первый прототип хата зала, он был величиной площади, вернее, 80 квадратных метров. Там было все необходимое, два помоста, кроссфит зона маленькая, и, в принципе, сегодня необходимо оборудование для функциональной подготовки для тяжелой атлетики. Там мы просидели, проработали, между прочим, подготовились на даже шесть месяцев, Сирога ей подсказывает. Мы там даже подготовились на три серьезных старта. Сирога на чемпионат России по функциональному уговорю, который проходил в Москве на стадионе «Салют Гераклион». Я подготовился на первое соревнование после пандемии. Это было первое соревнование совхоза Буловского. Тоже сейчас вы увидите, пока рассказывал, кадры из этих соревнований. Затем я уже подготовился на «Рывкачи 2.0». Уступил топоров у Дмитрия Клокова. А, и даже не четыре соревнования получается. И всероссийский турнир «Золотые купола», который проходил в городе Владимир, это был основной старт на осень, потому что это мастерский турнир. Там присваивался официально мастер спорта. Там я поднял мастера успешно. И в сентябре мы съехали оттуда в конце сентября. Как раз-таки я выступил на «Молотых куполах», поднял мастера. И буквально мы еще дней пять потренировались и полностью собрали оборудование и съехали. И съехали сюда. Это помещение, которое давно нам приглядывалось. Здесь 400 квадратных метров без малого. Здесь есть все самое необходимое. И обзор на этот зал мы с Серегой вдвоем запишем в следующем выпуске. Уже полноценный. Чтобы этот выпуск не загружать сильно, потому что и так я тут много болтаю. Как бы погружаю в курс дела. Соответственно, вы понимаете, почему не выходили выпуски. Потому что построить свой зал – это такой… Мало того, что большой труд, стресс и голова забиты только тем, где взять что-то материалы, где взять оборудование, у кого его взять, какой фирмы. Решить проблемы с документами и так далее. Потому что все это очень серьезно и сложно. Если уж подходить к делу, то так по полной программе. Тем более на первом зале, на маленьком зале, мы очень сильно укололись в некоторых моментах. В хозяйственных, в документальных и так далее. Первый опыт. Он не сказать, что был какой-то плохой. Он, наоборот, был крутой очень. Просто были косяки. Которые мы потом, создавая этот зал большой, в котором мы сейчас находимся, мы уже это все учили здесь. Вот. И воплотили в жизнь. Вот. Поэтому, ребята, я никак не пропал. Все хорошо. Сейчас идет подготовка уже в новом зале к Кубку России, который придется в дворе Старастову. Вот. И, как я и говорю, в следующий выпуск будет обязательно обзор на наш новый зал. А в дальнейшем мы уже в новом зале с новым оборудованием будем снимать дальше для вас обучающие ролики, как я это делал раньше. Первое, что мы планируем снять с Серегой совместно, это ролик про растяжку и про, так сказать, методы самовосстановления. Что-то типа мануальной терапии, как правильно прокатываться на роликах, на шариках и так далее. В общем, работать по тренерным точкам самостоятельно, если у вас нет возможности, ходите как массажист, умывающий и так далее. Что вы можете минимум для себя сделать, чтобы правильно устанавливаться. И в дальнейшем я буду тоже подбирать темы, какие-то уже, которые у меня в голове сидят, да, по полу тяжелой атлетики и там какой-то еще специальной подготовки. Короче, мы будем по полной программе уже заряжены, уже мотивированы. Потому что теперь есть свой зал, где нам никто не мешает, мы никого не подстраиваемся. Вот даже сейчас мы приехали поздно вечером, после рабочего дня. Уже время к ночи, к нулям. И мы записываем спокойное видео. Мы ни у кого не можем спрашивать, можно ли нам в зал и так далее. В общем, друзья, спасибо большое за внимание. Ждите следующий выпуск с обзором и дальнейшие выпуски. Теперь Тамкрат возобновляет свою работу спустя долгое время, спустя перерыв. Всем до новых встреч, здоровья и удачи!